Женщиной быть невозможно. Невозможно быть человеком. Кто-то нарисовал нам пуктир, но мы по нему не идём. Да и как по нему ходить? Точки и точки. А жизнь кипит, продолжается и растёт. Дочь говорит о том, о чём и подумать не мог. Чайник кипит, выбегаешь из комнаты, завариваешь ромашку и понимаешь, что во все тяжкие это не сериал, а то, от чего убегаешь. Но если бы замер и постоял, то увидел Байкал какой-то там бескрайний, красивый, или как ты предполагал. Больше всего мне нравится, как подбирает слова. Будто из Севастополя получаешь открытки. Слушаешь и чувствуешь. Ты корабль. Разноцветные ягоды, след от пули на храме святого Владимира. Кошка пригрелась на подоконнике, голубь топчется у ног Нахимова. А вот рисунок неизвестного автора. Кто-то в волнах барахтается. Если спросить у местного, как проехать, на лице увидишь одновременную растерянность, готовность помочь и смирение перед односторонним движением. Почта работает вечером. Вдруг приходит человек, говорит, сейчас война. Твое дело убивать, твое дело умирать. В парке дерево растет, говорит, сейчас зима. Твое дело помолчать, твое дело подождать. Есть весна и есть Христос. К настоящей жизни мост. Киваю тебе, заходи, шпаклюем, крашу, собираем мебель. Ты прикрепил уголки для полок и просишь Бродского высоту мерить. Выключается чайник, зацветает роза, и дом под куполом шара летит над крепостью, пустырём, садом, садовника отвлекаю. Отец моего ребёнка вышел из рая. Пятая чашка кофе. Розамас читает. Отец моего ребёнка сел в поезд, потом в самолёт. Самолёт исчез. Я получила письмо. Это не страшно. Здесь совсем как раньше. Не пью, не работаю. Тут совсем как раньше. Люди, увидевшие... Ну да, бесконечный как-то... Сейчас. Чем больше узнаёшь человека, тем больше видишь ребёнка и старика. То поддакивать неуместно, то без повода обнимать. Вот и спрашиваешь мужчину, где любимый? Цыплёнком из скорлупы, то пелёнки, а то морщины. Кто здесь, женщину, обними? Ну и ладно, и последние тут два собака. Влюблённый человек думает, что с ней делать. Острого нет. В театре ходить некогда. Поцелуешь? Спросит. А дальше? Дальше вечный огонь. Не забыть телефон. Встреча с менеджером по продажам в два. Заплатить аренду. Позвонить отцу. Сообразить, когда резину менять. График забит под завязку. В ежедневник смотреть страшно. А здесь ещё это. Чудо. Влюблённая женщина думает. Ладно, не буду я. В одиночестве, как в булке с изюмом, что-то есть. Своя косточка винограда. Фиолетовый цвет в полосе заката. Случайно записанный всплеск цветка. Можно пойти домой, забыв телефон. Утром его найти. У песка. В ногах. Вот тут был такой мрачный. Сейчас я... Мой милый хотел меня спрятать под землю. Колокольчик не дал. Напрасно ты сторожа будешь тревожить. К людям любви в тебе не на грам. Я прилежалась, привыкла, согрелась. Спокойно, мой милый. Живи и танцуй. Я утром любимой была, а к полудню мой милый меня разлюбил. Ну, такая страшная история про то, что раньше... Ну, ладно, не буду. А что раньше? Ну, когда... В средний век они знали, точно умер или нет. Поэтому, когда закапывали, то протягивали ниточку. И колокольчик ставили снаружи, чтобы, если что, подергивались. Позвонил. Да, позвонил. Мы тут... Не скрапывали ни дырали. Не знаю. Мне кажется, я только могу подумать, что сторож был седой, потому что только ветер подует. Не знаю, что делать. Так, ну вот, два последних. Чувствую себя собакой в переноске. Шапочку дурацкую напялили. Хлопья снега на нос и в глаза. Мир огромный и бессмысленный. Шумный, бесконечно продолжается. Снилось ночью, что я девочка, вышедшая замужем флориста. Розы, гиацинты и гвоздики. Утром в лифте тетенька облаяла. Крупная такая. Было страшно. Поезд из Смоленска не возвращается. Там белое море, пустыня Гоби. Гуляя, гуляя, глядя на мост. Голубь не подлетит. Псина не пробежит. Позже пройдет с хозяином. Что ты им в ноги бросаешься? Они злые все, как собаки. Машет хвостом, прощает. Злая память под ковриком не сберегается. Припрячешь? Мешает спать. Спасибо.